Вот он не работает. Где он работает? Не зажигается даже нисколько. Людмила уже третий день вынуждена готовить на старой электроплитке. Газа в квартире нет. Меню семьи теперь весьма скромное. Ну вот сегодня сварила лосу и всё. И больше ничего больше. Во всей Берёзовке также сидят жители 20 домов. Управляющая компания задолжала за газ и обслуживание оборудования больше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Платёжки в Красноярск край газ не поступали более года, поэтому они вынуждены прекратить газоснабжение до уплаты долга. Мы в итоге квартиросъёмщики, которые хозяева квартир, мы за квартиру-то платим полностью. Почему, какое отношение мы имеем за долги Берёзовки, почему отключают у нас газ? В мае у нас месяц назад отключали также газ. У нас объявления вешали, что Берёзовка должна край газу, те же вот миллион 700 тысяч. Дня через два, через три дали. Директор управляющей компании рассказал, что действительно за последние месяцы накопились долги. Сегодня и часть их была погашена. Подтверждение этого директор показал платёжки на 400 тысяч рублей. По его словам, трудно рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями, когда жители отказываются вносить квартплату. Услугу мы жителям выставляем месяцем позже и оплачивают они её месяцем позже, до 10-го числа следующего периода. А оплатить газ мы должны авансом вперёд. Задолженность населения посёлка Берёзовка на сегодня больше 120 миллионов. В связи с этим у нас произошёл сбой по платежам. Мы в своё время не оплатили газ и просто газовая установка кончилась. Примерно 83% жителей Берёзовки исправно платят за квартиру, остальные копят долги. К ним приходят судебные иски, но всё бесполезно. Люди говорят, нет денег. Поэтому сейчас в Берёзовке есть дома с рекордными суммами долга. Вот, например, в доме, который сейчас за моей спиной, находится всего 8 квартир. Однако общий долг за услуги ЖКХ уже больше 1 миллиона 200 тысяч. Просто люди не хотят платить. Нормальная семья, обеспеченные. Почему не платят? Потому что 15 тысяч получают, надо же кушать, домой купить. А денег нету, лишних платить за что-то. Сегодня управляющая компания погасила все накопившиеся долги за газ. Его подадут в дома на днях. Однако новая партия голубого топлива будет отпущена в долг, который управляющей компанией нужно будет погасить в течение следующей недели. Или ситуация может повториться, и людям снова придётся сидеть на сухпайке. Антон Живчук, Алексей Егоров, Афон ТОНОВСИ.